Ребят, всем привет! День бушкрафта на канале. Вы давно просили, умоляли и даже ругались на нас, когда? Когда мы уже наконец-то снимем ролик про Мора Робуст. И сегодня этот день настал. Итак, друзья, ранее мы уже снимали ролик про Мору 511. Это отличный нож, который адски режет и вот это вот все остальное. Вы наверняка ролик смотрели, если нет, вот тут ссылочка, не забудьте посмотреть. Но отличие этих ножей в том, что у 511 толщина обуха 2 с небольшим миллиметра, а у нашего Робуста 3,2. И вот это уже реальная заявка на отличный нож для бушкрафта. При всем при этом цена ножа 990 рублей. Ну, по крайней мере у наших партнеров Offroad Camp, которые нам Мору и подгоняют регулярно. На них в описании ссылка и промокод от берлоги тоже там же будет. Так что даже дешевле его можно взять. Но, знаете что? Это действительно интересный нож. Это скандинавские спуски. Это недорогой нож. И он может стать великолепным ножом для бушкрафта. Как для начинающего познавать основы лесного существования, так и для более опытного и матерого бушкрафтера. Однако, вот в таком виде он мне не совсем нравится. Ну, простенько, согласитесь. Как-то совсем неинтересно. Вот обычные пластиковые ножны и сам нож. Кстати, все ДТХ сейчас здесь появятся. Поэтому, прежде чем отправиться в лес и пополно его нагрузить и протестировать, я хочу этот нож кастомизировать, чтобы он был реально крутым бушкрафтером. За очень немало. Мало денег. Итак, приступим. Итак, для первого этапа кастомизации нам понадобится совсем немного. Кроме самого ножа и ножен, огнё, которое, естественно, должно быть у ножа для бушкрафта. Немного паракорда. Я не знаю, сколько его уйдёт. Ну, так, на глаз. Изолента. Как можно что-то делать вообще без изоленты? Велосипедная камера. И вот такая вот трубочка. Либо что-то, что может её заменить. Далее вы поймёте, зачем. Итак, у нашего ножа есть ряд недостатков. Первое. Из ножны он теоретически может выпасть. Их надо, конечно, будет усиленно потрясти, но, тем не менее, он выпадывает. Поэтому нам нужно его здесь как-то зафиксировать, чтобы этого избежать. Второе. На ножнах отсутствует крепление под какое-либо огниво. И это тоже недостаток. Мы же с вами бушкрафтеры. Мы же должны разжигать, как положено. Третье. У нас этот нож не высекает искру из огнива. Вы помните, что у мор обух у нас со снятой фаской. И это косяк. Это мы тоже должны исправить. Поэтому также ещё должен появиться напильник у нас в кадре. И это сейчас произойдёт. Ну и пока достаточно. За напильником и поехали. Ну и первое, что мы сделаем, это напильником подпилим обух ножа для того, чтобы хорошо высекать искру из огнива. Ну что, тестируем. Работает. Зашибись. Переходим к следующему этапу. А это, собственно, крепление того самого огнива на наших ножнах. И крепление я решил сделать вот из такой трубки. Я в ВОБИ заезжал вчера. Там нашёл такую трубку как раз примерно под диаметр огнива. И мы с вами сейчас её отрежем. О, отлично. И вот таким образом будет это всё у нас дело крепиться. Сейчас мы эту трубку крепим к ножнам. С помощью естественной изоленты. Е-бой. Сейчас она немножечко у нас в стороны ходит, эта трубочка. Но это не страшно, потому что мы сверху всю эту историю зафиксируем ещё по ракорду. И, собственно, к этому мы сейчас и перейдём. Один важный момент. Сейчас у нас будет происходить намотка паракорда на рукоять. В некоторых случаях кому-то из вас, кто особо погружён в историю выживания и всего остального, возможно, понадобится, чтобы у вас присутствовал какой-то нас ещё на ножнах. Поэтому вы вот сюда можете закрепить крючок с леской, какие-то спички, что-то ещё. И также это всё закрепить изолентой. А дальше сверху мы закроем паракордом. Имейте в виду, кто-то это делает, но я в этом не вижу необходимости, потому что мы тут не выживальщики ни разу. Для лесных каких-то адекватных приключений нам этого будет достаточно. Кому надо, используйте. Завязываем по-хитрому. Сначала делаем вот такую петлю. Накидываем её вот так вот на ножны. И далее вот отсюда начинаем мотать. Аккуратненько, чтобы всё это у нас было красиво, чтобы паракорд у нас не перекручивался. Мы же хотим эстетично это всё сделать. Смотрим, чтобы паракорд у нас шёл плотненько. Так, и больше паракорда влезет, и не будет щелей между обмоткой. Будет всё очень красиво выглядеть. Я в трубочку вставил сразу же огниво, чтобы она не сильно продавливалась под паракордом, потому что я его с достаточно сильным натягом делаю. И продолжаем намотку до самого конца. Итак, друзья, вот мы с вами домотали до конца. Далее, я думаю, уже смысла нет. Теперь оставшийся конец паракорда просовываем вот в наше вот это вот утверстие, в нашу петлю, которую мы заранее сделали. Вот таким образом. И вот за этот край вытягиваем. Ну вот, как-то вот так у нас получилось. Здесь немножечко поправим. Отлично, давайте проверим, чтобы у нас огниво засовывалось. Красота! Резиночку сейчас подрежем. Так, далее паракорд. Завязываем узелочек с одной и с другой стороны. Я большие узлы вязать не буду. Можно сделать какой-то большой, упустим узел, но мне кажется, это будет не совсем удобно. Поэтому большие не надо. Он, в принципе, и маленького узла будет достаточно, чтобы у нас паракорд никуда не выскочил. Лишнее отрезаем. И зажигалочкой подплавляем к концу. Итак, друзья, ножны готовы. Выглядеть стало все вот так достаточно интересно, на мой взгляд. Серенький паракордик, желтенькая резиночка для огнива. По-моему, красота. Вот так вот нож в них выглядит. Но мы с вами не решили проблему извлечения ножа, точнее, выпадывания ножа из ножен. Поэтому можно использовать резинку для волос. Такая, типа, знаете, обычная круглая. Но у меня такого не нашлось. Не знаю уж, к счастью или к сожалению. Поэтому используем велосипедную камеру. Делаем фиксацию нашу. Одеваем сначала вот так вот сверху. и затем просовываем под клипсу. Вот здесь еще сюда можно завести, чтобы оно совсем все было красиво. Вот так вот. И вот так вот у нас это выглядит. Нож теперь мы можем смело засовывать в ножны. резинку сверху накидывать на рукоять. И нож уже никуда не денется. Вот хоть утрястись его. Но здесь единственный момент. Конечно, с резинкой для волос было бы, наверное, поприкольнее. Потому что она просто мягче и легче будет оттягивать. С велосипедной камерой чуть просто менее комфортно. Но я тебя слепил из того, что было, что называется. Можете заехать в какой-нибудь магазин там девчачьи и купить резинку для волос. И я думаю, что будет вообще тогда клево. В принципе, мы с вами сделали весьма уже удобный, неплохой нож для бушкрафта. Здесь подвес вы можете использовать на пояс стандартно, как на всех моровских ножах на большей части. Либо вы можете просто из паракорда себе сделать ошейник, подвес на шею и на него просто надевать ножны. Они будут у вас вот так болтаться. Кстати, еще одну штуку вам расскажу. Я не нашел маленький фонарик даже в магазинах, где вмотался. Вот прямо маленький-маленький. И некоторые делают следующее. Также берут велосипедную камеру, одевают вот с этой стороны, прямо вот сюда наверх ножен. А под нее подсовывают маленький фонарик. И нож у вас на шее, допустим, болтается. Вы фонарик можете спокойно нажать и прямо ножнами вот так вот светить. Где-то что-то, допустим, ночью сделать, что-то еще. Такое задротство, но тем не менее, имейте в виду. Вообще велосипедная камера великая штука. Так, друзья. Нож у нас, в принципе, практически готов. Но я хочу попробовать сделать еще одну интересную вещь. Вы знаете, что у нас углеродка здесь на клинке. Она подвержена, естественно, коррозии. Особенно, если не ухаживать за ножом. Я скажу честно, я по этому поводу вообще не парюсь. Потому что у меня есть привычка ножом что-то поделать. Я тут же всегда его вытираю. После этого убираю в ножны. Возвращаюсь я домой, откуда-то из леса что-то еще. Я нож промываю под водой. Насухо вытираю так же. Он у меня какое-то время просто лежит, еще досыхает. Потом убираю в ножны. И у меня много ножей из достаточно высокоуглеродистой стали. И ни с одним у меня проблем никаких нет. Но я понимаю, что не все этим занимаются. Или не у всех есть возможность постоянно ухаживать за ножом. Поэтому мы сейчас попробуем сделать небольшое защитное покрытие на клинок. Кроме того, это покрытие у нас еще должно придать клинку такой черный матовый оттенок. Патину, если хотите. Для этого нам понадобится сам нож. Бокал красивый, чтобы мы видели процесс, который в нем будет происходить. Уксус, в нашем случае это яблочный 6% уксус. Обезжириватель. Ну, в нашем случае, что было? Другого спирта не нашлось, спиртосодержащего. Ну и в общем-то пока все. Итак, берем уксус. Открываем. Наливаем в бокал. Наливаем так, чтобы клинок полностью скрыло. Фух, запашок пошел. Так. Клинок нужно прежде обезжирить. Потому что мы его далее будем погружать в кислотную среду. И чтобы у нас равномерно происходил химический процесс. Поэтому мы должны обезжирить. Самим тоже можно обезжириться. Так, ну... Вискарь на муру мы. Ну, собственно, все. Далее обезжириватель нам не понадобится. По крайней мере для ножа. Только если себя обезжиривать изнутри. И погружаем нож в уксус. Вот у меня он как раз погрузился полностью по рукоять. И далее нам нужно оставить нож здесь на какое-то время. Он постепенно будет происходить там окисление. В общем и так далее. Но я в интернете нарыл, что если уксус подогреть, то этот процесс будет происходить гораздо быстрее. Давайте попробуем это сделать. Давайте попробуем это сделать. Ну что, друзья, спустя примерно минут 30 наш нож превратился в вот такой вот темный прямо огонь угольного цвета клинок. Мне очень нравится, на самом деле, что получилось. Прям класс, ребят, класс. Лучше подогревать горелочкой. Кстати, горелка Primus. Тоже от ребят из Offroad Camp. Напоминаю, в описании ссылка и промокод от нас. Вот. Подогрели на горелке. Процесс происходит гораздо быстрее. То есть, прямо на глазах, когда просто уксус холодный, очень медленно начинают появляться пузырьки. Подогрели, вылили, прямо сразу же пошла реакция. Поэтому так делать, конечно, гораздо интереснее. Полчаса и у вас вот такой вот замечательный темный клинок. Ну и, конечно, без виски не обошли. Не обойтись обезжириваться. Обезжириваться же надо. Обезжиривался, сейчас скажут уже. Вот. Все, собственно, клин готов. Огонь мне очень нравится. Друзья, мы сделали, закастомизировали Moro Robust. Я напоминаю, что этот ножик стоит всего 990 рублей. Это еще без учета скидки от берлоги. Выглядит классно, выглядит красиво. Со скидкой получается дешевле. И это, блин, во много раз дешевле всяких крутых ножей для бушкрафта. На этом мы пока прервемся. И совсем скоро вы увидите еще один ролик про Moro Robust, где мы его уже протестируем. В лесу. Посмотрим, сможет ли этот малыш за мало денег натянуть хвост и в гриву всяких мастодонтов бушкрафта, таких как Вивернайвы, Кастримы, Титовы, Иси и всех остальных. Так что, ребят, поддерживайте нас лайками. Мы отправляемся в лес. Ну а на этом кастомизация Moro Robust закончена. Всем пока. И до встречи уже в лесу. Редактор субтитров А.Семкин